В эфире Александра Жаркова, Гела Пирожок, и мы наконец-то собрались здесь за этой красивой, красивой тумбой Setters Education, очень красивая тумба, чтобы наконец-то подвести итоги конкурса в одном из наших выпусков. Вам нужно было написать в комментариях к этому видео, почему вы смотрите Setters on Air. Главным призом была вот эта роскошная роскошь. Вот эти дорогие, тяжелые, очень качественные, яркие книги от издательства Ман Иванов Фербер, которые мы сами любим, читаем, рекомендуем, дарим. Мы на самом деле прочитали огромное количество комментариев, и спасибо вам большое. Мы теперь хотя бы знаем и понимаем, почему вы смотрите Setters on Air. Да, Фирожок? Да. Да, были долгие баталии, долгий выбор, и все-таки мы поняли, что эти книги должны отправиться к прекрасному, смелому и отчаянному молодому человеку по имени Кирилл С., который в комментариях написал, что Setters on Air, он смотрит потому, что он наш конкурент. Мы считаем, что для такого комментария нужна отвага, смелость и задор. Поэтому, уважаемый Кирилл, эти пять прекрасных книг, которые Гелла Пирожок только что перебрала, как ей захотелось, отправляются к вам. Кирилл, мы с вами свяжемся, запросим ваш адрес, и, может быть, помимо книг мы отправим вам кое-что еще. Нет! Геллу мы никогда никому не отправим. Друзья, участвуйте в наших конкурсах и смотрите вообще Setters on Air. Сейчас будет, короче, офигительный выпуск про Криатлон, будем там ржать, орать. Погнали! Привет, Анис, ибры! Это первое шоу в рекламе Setters on Air и его постоянная рубрика Криатлон. В этой рубрике две команды, справа и лево от меня, соревнуются в креативе и умении придумывать идеи в ограниченное время. У них есть всего лишь 20 минут на то, чтобы придумать идею. И пять видов карточек, которые помогут им в этом. Они для начала вытягивают клиента, для которого креативят и разрабатывают идею. Дальше продукт, который будет у этого клиента, он может не совпадать с, в принципе, традиционным продуктом этого клиента. Следующий пункт – это что за компания? То есть это может быть либо радиокомпания, либо диджитал, наружная реклама и так далее. И, разумеется, бюджет, без которого, в принципе, реклама не может существовать. И мои самые любимые карточки – это пятый подвид. Это карточки заданий, которые каждые три минуты я буду оглашать, и наши два любимых капитана будут вытягивать эти карточки и делать какое-то задание, возможно, в лучшую сторону или худшую, изменяющие требования этого проекта. Сейчас я вас быстро познакомлю с нашими командами. Капитан первой команды – Александр Жаркова. Вместе с ней сегодня соревнуется Анастасия Бровкина и Дмитрий Сухомеров. Всех порвем! Спасибо! Вторая команда – капитан Евгений Давыдов, а также ему помогает Ксения Жмуть и Артем Кривда. Какой проект лучше или хуже выбираешь только ты? Ты можешь написать в комментариях свою оценку в гудках, разумеется, мы ее оцениваем только в гудках, от 1 до 10, на сколько гудков ты оцениваешь ту или иную идею и почему. Мы это все суммируем и выбираем лучшую идею по результатам выпуска. Результат прошлого выпуска победила команда первая. Это была коллаборация пиццы вместе с Nike, которая сделала компанию Just Eat It. Дуэт, любимый. Это была компания Just Do It. Какие компании победят в этот раз, решаешь только ты. Поэтому, уважаемые капитаны, давайте тянем о карточке, я вам буду помогать в этом. Выбираем для начала бренд, с которым будем работать. Так, не палим. Я надеюсь, ты не видел. Так. Вы так сделаете, чтобы нам порнохаб не попался. Очень хотелось бы, чтобы вам попался порнохаб с вашей внучкой. Порнохаб. Озвучивайте, Александра. Чайхана номер 2. Отлично. Такое не бывает. Тиндер. Так, ребята, все готово. Давайте вытягивать, какой проект будет ретформировать. Настя, давай ты. Чайхана номер 2. Блин, Настя. Пирожок. Крем для бритья. Отлично. А у Тиндера это было бы смешнее, согласитесь. Анастасия, отличный выбор. Стул. Тиндер-стул. Это же логично, нам не надо время. Блин, ребят, есть два стула. Нам не надо время. Мы готовы ответить, как это будет выглядеть. Тянем. Ивент. Нормально. Мы тянем. Ивент в Чайхане, это интересно. Давайте, ребят, что у вас? Компания с блогерами. Какое-то скучно. Слишком просто. Слишком. Настя, давай, по деньгам ты главная в этой компании. Ну. Ну, б***ь. Настя. Настя, ты дни с б***ь. Будет очень бедный ивент, настолько сорить. Возможно, у вас попадется увеличение бюджета. Ну, ты б***ь по бартеру. Нет, у нас все хорошо. Все хорошо. У нас все хорошо. Сколько, ребят, озвучивайте? В смысле? 100 тысяч рублей. Сегодня обе команды нищий бродит. Еее. А можно ужин с этой командой подскажете? Друзья, напоминаю, у меня есть волшебный таймер, который я засекаю. И каждые три минуты я буду просить вас вытянуть карточку задания. Да. Время пошло, у вас есть 20 минут, я нажимаю старт. Все, время пошло. Погнали. Дима предложил крем. Крем для бритья. Крем для восточных мужчин от Чихануэнер 2. А еще этот крем для бритья может быть с запахом вот этой любимой специи. Тогда все вместе. Все вместе. А с какой? Персонализированный можно собрать. Ребят, надо просто делать два стула. Я им про это говорю, два стула. Есть два стула. Ты можешь еще просто это. Да пускай будет с пенисом и с дыркой. А есть же специальная рубрика помощь ведущего. Ну, я не могу прям. А как вы думаете, нам нужно? Ты че? Тут тиндер. Все, ну так, да? А тут просто с ручкой, чтобы удобно было. А это не слишком просто? Хорошо, а как мы интегрируем к блогерам? Мы будем заходить к блогерам? А интегрируем-то я знаю как. Давай. По бартеру? Прямо внутрь. Нет, это самая глубокая интеграция в истории. Ааа, какая грязь. С этим с пеной, а в который они будут заходить, Артем Кузбинский или какие другие, будут их брить. Брить, брить, брить. И самый заросший выиграет. Давай, давай, давай. Ааа, да, точно. Уважаемые команды, прошу минуточку вашего внимания. Капитанам команд я предлагаю вытянуть прекрасные карточки наказания. Пусть они первые вытягивают. Да, ребят, давайте вы первые. У вас был тиндер. Жень, не надо, Жень, не надо. Жень, что это? Компания должны быть связаны с благотворительностью. Ааа, я не тяну. Так, давайте у меня. Я не тянул уже. Давайте тяну, давай. Крокодил. Один из участников команды общается исключительно с жестами. Кто это будет из вас? Выбираем. Я буду следить. Дима вызвал. Дима, давай ты. Да, да, да. Давай. Все, время пошло. Дима. 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 Все моются там. Брятся. Ну, это странно. Ты пошел бы на такое мероприятие, где нужно мыться и бриться. Пиздец. С узбечками. С узбечками. Понимаете, в чем фишка. Нет, я думаю, что. Смотрите, я думаю, что... Короче, мне нравится история с метро. С двумя сторона, где ты можешь выбрать и сесть. И благотворительность мы можем связать это с... Чем? Да это, блин, ладно, благотворительность, одинокие люди, должны быть вместе. Там, типа, девушки после 30-ти. Можно тиндерлапти сделать в городе. Подожди. Вот если ты сидишь, значит, с кем ты хочешь познакомиться. А зачем 100 тысяч рублей на оформление? Для одинока. Ведущего нужно позвать. Друзья, я прошу минуточку вашего внимания. Давайте. А прошлое, как бы, вот, жестообразное общение заканчивается. Простите. Готовь, Саня, летом. Компания должна проходить в январе. Нам похер. Нам похер. Я уже могу говорить. Уже может говорить. Ты сейчас не можешь говорить. Пусть быть вынести эту карточку. Надеюсь, что это не будет. Свингер Клаб. Команды выполняют задания друг друга в течение следующего раунда. Тут все очень просто. Вы берете их задания, креатив, то есть вы берете чихану, а вы берете, ребята, тиндер. Все, ребята, пошли креативить новые идеи. Вы же хотели поработать с тиндером? Да. Мечтали. Пожалуйста, мишки сбываются. Газпром. Ребята, у вас есть 100 тысяч только. Мы это понимаем. Так что ты трибейтовый, ёпт. Давайте откроем. Деньги с этого аукциона. Закажите по дизайн стула а-ля Гуччи, например. У Гуччи есть мебель. Все блогеры записывают себе какой-нибудь видос, где они сидят на стуле и рассказывают какую-нибудь свою тупую историю из тиндера. А как мы связываемся с благотворением? Стул-продукт. Стул-продукт. Так, друзья, сейчас каждый из команд расскажет в другой, что они придумали друг для друга. Готовы? Ребят, давайте начнем вы. Давайте чайхана начнем. Давайте. У нас всего два идеи. Это кальян на пене, мы решили его сделать в чайхане. И королевское бритье в чайхане. Это близко. Барбершоп. Дальше. Ну, собственно, мы вам придумали делать дизайнерские стулья от блогеров с подушечками, на которых будут лица бывших. И вы их будете продавать, а все деньги на благотворительность. Спасибо вам. А лица бывших на подушках? Чтобы у вас было много клиентов. Good morning, America. На часах 7.36. Меня ждет такси. Выезжаю в аэропорт. Еду, лечу в Самару на форум Иволга. К молодым предпринимателям. Будем предпринимать. Поехали. Ситуация. Перекоп. Ситуация. Я у мамы ютуб-блогер. Ситуация. Дойдем до аэропорта пешком. В этом году на корпоративе я выиграла в номинации travel королева. И, собственно, не зря, друзья. Золотая карта аэрофлота решает. Ты, как королева, идешь на Sky Priority. И, кажется, я даже смогу сожрать сегодня круассан в кофемании. Добрый день в Самару. Спасибо большое. Я же говорила, Sky Priority рубит. Итого, 30 минут до посадки кто-то пошел жрать круассан. Ну что, Латтана Овсяна, мы с вами в Самаре. Выезжаем на форум Иволга и ищем моего водителя. Добрый день. Так, друзья, мы на месте. Илья. Привет, привет. Это человек, который отвечает сегодня за мою презентацию. И за него, и за него. И сейчас пойдет в лес искать переходник для макбука. Да, растут тут. Растут, да? Да. Так, это бэкстейдж. Бэкстейдж. Эвелина, мы предприниматели? Да, конечно. Мы предприниматели. Это организатор, который меня три года подряд вывозит в этот лес. Да, лишь годно. Дает мне вспомнить, что такое Селигер. И вообще проникнуться атмосферой и всего. Короче, мама, я влогер. Всем хана. Мы находимся на фестивальной поляне. Правильно? Правильно. Мастерковский озер. Мастерковский озер. Подсказывает мне, Эвелина. Форум Иволга 2019. Ежу я сюда 2017. Да. Значит, тут вот такие просто привет Селигер. Вспомним жарковскую молодость. Просто добрый вечер. Значит, Лада Гранд. Мы в Самаре. Курумыч. Волга там. Эвелина ведет меня сейчас куда-то гулять. В общем, настроение костер, река, комар. Что еще? Угар. Угар. Комар, угар. Всем спасибо. Ситуация 5 минут до выступления. Меня немножко подразмазало от жары. Но сейчас мы соберемся и все сделаем красиво. Горячую погоду из-за не менее жаркой Москвы. Составателя коммуникационного агента СМАТ Александра Жаркова. У меня в одной руке кликер, в другой микрофон. Привет, Иволга! Вы живы вообще! Я был на моих лекциях в рамках Иволги. Здра... Ого! Здрасте! Уйдет! Это была turbo вагханалия, спасибо! С днем рождения! С днем рождения! Да, сейчас все будет. Супер! Стесняюсь, вырубайте, это уже для личного. Я хочу вас поблагодарить за ваше внимание, за то, что мы в очередной раз в этом году встретились. Лекция закончена Я в аэропорту машу моим водителям Всем пока! И улетаю в Москву Через час самолет Мы в аэропорту Курумыч Курумыч, неважно Самара прекрасно, здесь тепло и круто И дороги классные, и везде ездят одни лады А еще прямо здесь И сейчас сидит мой хороший знакомый Который тоже выступал на форуме Иволга, но улетает чуть пораньше Но кажется, мы сейчас с ним Пересечемся в аэропорту Друзья, в общем, я нашла Игоря Я уже просто записала видео о том, что я тебя ищу Нашла его в заведении Три Оленя И забрала его в не менее прекрасное заведение Шоколадница Привет! В общем, тоже спикер The Wild World Sexy Corporation Да, но летит в Ростов Вот так вот, Игорь, что вы можете сказать О форуме Иволга О городе Самаре И об аэропорте Курумыч Да Форум Иволга Это потное местечко, друзья Да! Ну такое, типа Душевно потное Да, душевно потное Но, во-первых, понимаете Когда много людей в одном месте Занимаются чем-то важным В закрытом помещении Да-да-да Так, а ты первый раз на Иволге? Второй И я третий Ха! На этом мы закончим нашу съемку И закажем греческий салат Ха-ха-ха Тянем? Давай, Ксю, штука не луна Тянем? Не-не-не Тянем? Что? Это лучше Креативе Присоцать Анастасия Волочкова Браво! Вот она золотая ручка! Туши свет Всем участникам команды Завязывают глаза Ура! Пам-пам-пам-пам-пам Eleven Давайте друг другу Дрегу На январь Да, конечно Просто мы скажем Что это ивент в январе Ну и плюс еще Где-нибудь в парках Скамейки можно обклеивать Так же Вот и сил Да, можно просто на самом деле делать вид, что там дырка или что там... Не-не-не, это мы типа без пост, наоборот, типа такие соушиал, и мы пишем, если у тебя типа одинокое сердце, типа тра-ля-ля. Все, ребята, я вас поздравляю, вы можете открыть глаза для того, чтобы вытянуть новую карточку. У меня ресницы помялись. Разумеется, для чего же еще вытягивать? А чего они там решали вообще? Так, ребят. Геативная ампания. В креативе запрещено использовать букву К. Я вас поздравляю с этим. У нас будет ем для бритья. Рем. Ну, ты уже взяла? Рем. Нормально. Очень классно. Подложи свинью, участники придумывают наказание команде соперников. Сейчас. Да. Слушайте, а если мы заставим их съесть лук, мы же его уже не будем есть? Вы что, мы сдохнем, если мы сожжем его лук? Можно, чтобы они их ели? Что? В смысле задание есть? Я просто хочу напомнить, что двум из вас еще работать, а одному из вас еще жить. А мне все равно. Простите, господа. Так у нас есть, да, да. Я желаю тебя здесь. Нет, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Ребята, я предлагаю так поступить. Чтобы все было более-менее честно. Во-первых, трендовый цвет. Я хочу заметить зеленый. Урсула-мажор, да? Я предлагаю так, вы можете порезать одну маленькую луковинку, чуть-чуть, но сами вы. По маленькому кусочку дайте команде. Да. Просто я этим займусь, если можно. Прикоснуться, да. Потому что, ребята, мы еще разговариваем. Зачем ты три доски над достаем? Чтобы мне для следующего задания продолжаться. Это подача, нахер, сухомера. Подождите. Так, это побольше. Хоть на пол не надо. Александра. Благодарю, это подача, да? Красиво, да, подача. Это внучке два куска. Красиво, и красиво сухомеру. Красиво, разбрасиво. Бон аппетит. Благодарю. Благородно, что мы всем троим дали. Потому что, если бы одному дали, а остальным нет, страдала бы больше. Я вообще благородный. Селедки не хватает. Как, ребята? Артем Борисович, я вас засосу после этого круга. Я буду. С сексом быть. Ну ладно, это не так уж и плохо. Ну первые две секунды, Настя. Потом это плохо. Вы понимаете, мы можем всем блогерам, знаете, вот эту хуйню сделать, когда ноги вот так разъезжаются, протяжаются. Как это? Вам не произойдет, родители, это вот в Чехии, вот такие игрушки, которые вот так ногами. Да-да-да-да-да, деревянные. Деревяхи, это будет Волочковым, мы это зашлем блогерам. Время любить, это гениально. Ты нажимаешь Волочков просто. Коллеги, другие, гости программы. Как ваше самочувствие? Прекрасно, да, у меня уже начался гастрит, язва. Осталось по два раза вытянуть. Давай. Я предлагаю, Дмитрий, вы редко тянули. Если там опять будет лук, 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 лук. Кровавая Чиполина, участники. Режут, просто режут. Они только поближе к ним. Я знала, как это нужно делать. Давай, давай, давай. Подождите, подождите, не торопите события. Сейчас еще команда соперников вытягивает. Подожди на вам. Благодарю. Давай. Участники вызывают на помощь еще одного креативного штурмовика по телефону. Саша, ты с ним знакомился. А можно на Насте Волочкова позвонить? Это не будет просто. Александр, это все-таки вы. А я тебе говорила, надо мне повысить зарплату. Есть вариант для бедных. Телеграм. Сашенька, я тебя умоляю, сосредоточься. Это звонок из эфира. Звонок другу. Ты сейчас нам будешь помогать, креативить. Пожалуйста, не хуйся. Ты на громкой связи. Я музыку ставлю на ботинке. Заткнись. Так, дальше. Значит, смотри. У нас сейчас проект. Мы вытянули несколько карточек. Мы вытянули тиндер. Мы вытянули предмет стул. Мы вытянули работу с блогерами. Мы вытянули медийную личность Волочкову. Это все нужно объединить в одну концепцию и придумать, как на 100 тысяч запустить рекламную кампанию с блогерами для тиндера там, где продукт стул. Нет, зай, нельзя перезванивать. Нельзя перезванивать? Нет. Как бы общайтесь. Нет, мы должны общаться так. У нас буквально три минуты на раздумье. Смотрите. Короче, смотри. Мы придумали уже такую историю, что это для одиноких, компания для одиноких. Там, где в метро будут два красных стула, на которые, если на один садится человек, то второй понимает, что первый человек одинок, а второй может к нему подсеять. А это для кого? Блогерам мы рассылаем… Да не орите! Блогерам мы рассылаем Волочкову. Как раз возьмем на вечеринку к себе луку нарезанного, вот эту… Все, нарезка лука. Я буду варить все. Не надо. Я предлагаю оставить все как есть. Нам осталось всего лишь две минуты и огласить итоги вашей работы. Пускай… Я умираю. Непереносимую атмосферу, на самом деле, да. Нормально, вообще убивайте. Александра, какую? Вот эту. Эту. Да. Раз, два, три. Итак, притормози. Участники разговаривают три раза медленнее. Молчи. Это ваше. Последняя карточка, у вас руки чистые, пожалуйста. Участники общаются на языке деловой переписки. Коллеги, добрый день. Последние две минуты на креатив, по итогу которого вы должны презентовать свои идеи. Отлично. Все, три, два, раз, второе. Почему ручка в луке, б**ть, валяется? Анастасия Волочкова, а ноги… Да, стрелочка. Здесь открыточка, где мы рассказываем про нашу прекрасную акцию в метро и во всех парках, где мы обклеили их вот в красный цвет, и каждый может сесть и познакомиться с кем-то, если он одинок. Послушаю… Отрытия… Барбершопа… ББШ… 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 И презентации в нем… ББШ… С уважением от Терм Кринда… С уважением от Терм Кринда, да… Ну что? Отлично. Мы готовы. А согласование? Вот сейчас не бедешь, наверное, охерел, когда ему позвонила. Артемий? Да, это Артемий был, конечно. Что? Какой креатив! был экспресс-дизайн, давай экспресс-креатив. Отложили ваши руки, я буду как экзаминатор. Все, Анастасия, кладем. Кто презентует идеи? Ваша команда. Давайте я. Александра, презентуйте, пожалуйста, нам вашу идею. И для начала повторите Бри. Да, повторю наши исходные данные. Мы делаем крем, но так как нам нельзя использовать букву К, мы делаем рем для бритья, для чайханы номер два, формат интеграции вообще всего, это ивент. Собственно, что мы решили сделать? Благодарим команду напротив, потому что она нам подсказала, ну не подсказала, но докрутила, так скажем, нашу первоначальную идею. В общем, мы предлагаем сделать. В сети, а это сеть ресторанов чайхана, сеть барбершопов, где мужчинам, которые ее посещают, достаточно толерантно. Аторе. Да. Да. Аторе. Аторе. Ее посещают, делать там бритье и, собственно, нашей фирменной, нашим фирменным ремом для бритья. Но и на этом мы решили просто не останавливаться. И наш рем для бритья, он выпускается в трех эксклюзивных ароматах. Эксклюзивных ароматов. Собственно, чайханы номер два. Это аромат, безусловно, плова. Это рем для бритья с ароматом шурпы. И, безусловно, это рем для бритья с ароматом шашлындоса. Собственно, наш сромный, небольшой бюджет мы решили потратить на, собственно, проведение этого ивента, а именно на ведущего. Безусловно, фотографа. Это то, без чего не может пройти ни одно мероприятие в чайхане номер два. И прочую. Альяны. 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 И хлопуши. Вы простите, что я придираюсь, но у меня вопрос. Как вы в рамках 100 тысяч рублей обустроите барбершоп? А это, понимаешь, это как бы вот... Как бы он есть, но его нет, да? Там как бы вот, знаешь, немного такая вот армянская диаспора, мы там все по бартеру сделаем. Там все остальные бартеры. Хорошо, большое спасибо, команда. Спасибо. Это интересная идея. Ребята, тиндер, что у вас? Я вижу интересные рисунки. Покажете? Да, друзья, нам очень стыдно как бы предлагать эти идеи. Мы изначально подумали, что люди, если одиноки в мегаполисе, соответственно, они должны что-то любить или кого-то. Мы хотели произвести два вида пластиковых стульев. Первый фермер и второй. Благодаря чему можно решать себя одиночество. Вообще, почему мы не подумали о секс-качелях? Но что получилось в итоге? В итоге мы сделали прекрасную кампанию к 14 февраля, направленную на мегаполисы, на одиноких людей мегаполисах. К 14 февраля мы рассылаем огромному количеству блогеров часы пластиковые, в которой есть Анастасия Волочкова. Она как бы здесь, ее голова, ее ноги это стрелочки. И как только, здесь еще есть дата, и как только все доходит до 14 февраля 0000, то есть Анастасия сводит ноги вот так, на ней появляется надпись «Время любить». Значит, время публиковать пост о нашей первоначальной акции. Во всех в вагонах метро и в парках мы клеим две красные наклеечки для одиноких людей, то есть если ты сел на нее, значит, кто-то может сесть рядом с тобой, познакомиться, это значит, что ты одинокий. А вам 100 тысяч хватит? Конечно, в расклейках. Волочкова сама клеить будет, мы сэкономим. Мы уже обсуждали, что на расклейку 30-40 тысяч рублей на эти сраные пластиковые часы и разослать все эти открыточки «Время любить», у нас тоже много денег не уйдет. А Настюшки отвали за то, что она разрешает использовать свои ноги. А нет, мы ее кукольную сделаем, нам пофиг вообще. Акция благотворительная, так что вопросов мало. Хорошо. Прикольно, вот что-то. Прикольно. На этой радостной ноте я предлагаю и в последний раз призываю вас оставлять свои отзывы и впечатления в комментариях, оставлять рейтинг идей, какая из идей, а в этот раз обрядиться сложно. Какая из идей вам понравилась больше, почему, сколько баллов вы ставите каждый из них. И, разумеется, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видосу, чтобы мы делали их еще больше и колокольчик не забываем. С вами был Сеттерсон Эйр, рубрика «Креатлон». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok